Я Анна Хасина, психолог, эксперт медицинской коммуникации в врачебном стрессе. И сегодняшний наш гость – это Юлия Захалёва, хирург, зав. отделением колоректальной хирургии, департамента хирургии госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке. Юль, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Очень приятно с вами сегодня находиться. Спасибо огромное, что приняли приглашение. Я представляю, как вы загружены. Как вообще дела? Дела идут на поправку. Мы прошли пик, и у нас ситуация стабилизируется. Я не могу сказать, что она стабильно хорошая, но, по крайней мере, мы видим, что пациентов становится потихоньку меньше, они потихоньку выздоравливают. Мы прям хочется сказать, слава богу, слава богу. Да. И мы уже начали задумываться о том, что мы будем делать дальше, когда мы будем открывать госпиталя, и как мы будем двигаться дальше из этой ситуации. Сколько примерно времени с момента, как все госпиталя были закрыты, до сегодняшнего дня? Прошло примерно пять недель. Примерно пять недель назад мы уже понимали, что на нас накатывается эта волна, и с точки зрения нашего департамента, департамента хирургии, примерно пять недель назад мы прекратили плановые и амбулаторные операции. И что произошло с департаментом? Вот вы закрылись, как это выглядело? Мы, соответственно, продолжали дежурить в приемном покое на срочных операциях, но мы свели на нет наши практики и перевели наши практики на то, что мы называем телемедициной. И потом в нашем госпитале у нас не очень много хирургов, у нас не очень большой госпиталь, хотя мы часть огромной системы. И мы собрались и решили, в общем, задуматься сами, как мы можем помочь нашей больнице, потому что наше начальство было, в общем, занято многими другими организационными вопросами. У нас, как у хирургов, есть некие навыки, но эти навыки тоже имеют ограничения. И мы решили, что комфортнее всего мы чувствуем себя в, как ни странно, реанимации. Поэтому мы приняли решение, что мы будем помогать нашим реаниматологам по мере наших сил и возможностей. Когда вы говорите «мы собрались и решили», вы имеете в виду хирургическую бригаду или кого? Я имею в виду несколько хирургов, хирургическую бригаду, и у нас очень много медперсонала, то, что мы называем среднего звена, это фельдшеров, медсестер, анестезиологов. И вот, собственно говоря, мы все решили таким образом распределить наши ресурсы. То есть у вас не было такого обязательства? Это было ваше самостоятельное решение? Это было наше самостоятельное решение, которое мы довели до внимания нашего хирургического начальства, уже не госпитального, которое было благодарно за любую помощь, которую можем оказать, а хирургического начальства. Им понравилась наша инициатива, и поскольку многие хирурги по всей системе, не только хирурги, но и резиденты, фельдшера, медсестры, медперсонал, оказалось в таких же условиях, в общем, нашу инициативу переняли, и мы помогали в реанимациях по разным госпиталям, и иногда в приемном покое по разным госпиталям. Ну да, весь огромный департамент хирургии с его ресурсами, собственно говоря, был брошен на помощь другим врачам и другим отделениям, которые в этой помощи нуждались. И как был устроен ваш рабочий день или рабочая неделя? Вы работали сменами, или как это все происходило? Вы знаете, мы в основном работали сменами по 12 часов, но, опять же, мы распределили свои дежурства на добровольной основе. Мы имели некий рост хирургов и фельдшеров, резидентов и так далее, кто хотел принимать участие, и, собственно говоря, мы собирались вместе, и мы составляли расписание так, чтобы все нужды больницы, в общем, были учтены, и чтобы хотя бы кто-то, хотя бы несколько человек все время находились в воздухе, каждое конкретное время. Ну и вот, например, в вашем случае, как это происходило? В моем случае изначально, примерно пять недель назад, когда на нас нахлынуло этот цунами, к сожалению, это выглядело как цунами, оказалось, что очень много моих коллег-терапевтов заняты, очень заняты в других местах, и меня попросили взять на себя шефство, одного из отделений наших, общих медико-хирургических отделений. Собственно говоря, сначала моя функция должна была заключаться в том, чтобы помогать с отправкой, выпиской пациентов домой, потому что эти пациенты тогда еще считались COVID-19 негативными, и их надо было выписывать из госпиталя как нужно раньше. Но буквально в течение нескольких дней у нас в отделении случилась такая же ситуация, как и в остальных отделениях по всем госпиталям в Нью-Йорке. У нас эти же пациенты стали становиться COVID-19 позитивными, и у них начали случаться осложнения, то есть в течение недели, чуть меньше, я по 8-10 часов просто сидела в этом отделении, не уходя, и помогала медсестрам, собственно говоря, поддерживать этих больных. Дальше у нас появилось больше ресурсов, потому что система перераспределила всех тех врачей и, опять же, средний медперсонал по всем госпиталям, и тогда я переняла некоторые дежурства в нашем втором реанимационном отделении, которое открылось на основе наших хирургических служб, потому что у нас с просто технической точки зрения хирургическое отделение оказалось оснащено, собственно говоря, тем оборудованием, которое нужно для реанимационного отделения, и поэтому мы просто переняли это отделение, его открыли и, собственно говоря, стали там лечить пациентов с помощью наших коллег из реанимации. Я слушаю ваш рассказ и ловлю себя на мысли, что вы звучите достаточно спокойно. Мы довольно далеко от Нью-Йорка, и по тем отрывочным сведениям, которые публиковали в соцсетях наши коллеги или там как-то устно передавали, у вас коллеги, создавалось впечатление, ну, честно говоря, некоторого подобия ада на Земле. Как это ощущалось изнутри? Ну, вы знаете, мы уже примерно на месяц, наверное, отдалились от этой точки. И я, к счастью, работаю в одном из госпиталей большой системы, опять же, у которой, в общем, есть достаточно много ресурсов. Я не могу сказать, что система была идеально готова, никто не был, собственно говоря, в такой ситуации, но ресурсы перераспределились достаточно быстро. И уже на вторую неделю, в общем, не создавалось впечатление хаоса, или, по крайней мере, это был хорошо контролируемый хаос. Поэтому сейчас у нас много помощи, у нас много врачей из других регионов, которые добровольцами, в общем-то, приехали, чтобы нам помогать. Опять же, многие службы работают в полсилы, или как наш департамент, в общем-то, переключились полностью на помощь пациентов COVID-19. Поэтому ощущение, в общем, спокойствия и ощущение того, что мы... уже сложилось ощущение того, по крайней мере, опять же, я могу говорить только о нашем госпитале, что мы справимся, что это, в общем, дело времени. Это очень-очень отрадно, очень приятно слышать. А вот вы когда говорили, что, ну, вначале было такое некоторое ощущение хаоса, и ресурсов не хватало. О каких ресурсах идет речь? Не хватало ИВЛ, не хватало СИЗ? Нет, вы знаете, ИВЛ нам хватало всегда. Мы, может быть, несколько раз и подходили близко к той точке, когда нам не хватало ИВЛ, но нам, в общем, никогда не приходилось принимать вот этих тяжелых решений, когда нескольким пациентам требуется ИВЛ одновременно, и надо выбирать. ППИ тоже, в общем, хватало. Другое дело, что даже сейчас мы... У нас уже появилась привычка, очень нам раньше незнакомая, не выбрасывать одноразовые... Многие вещи, которые мы раньше считали одноразовыми. И мы себя в начале пандемии ловили на том, что как хирурги мы привыкли выходить из операционной и выбрасывать маски, перчатки, шапки сразу. И вообще несколько раз в самом начале мы ловили себя на том, что мы просто чисто автоматически, не задумываясь, скидывали с себя то оборудование, в общем-то, которое нам рекомендовали просто чистить и использовать снова. Но мы от этого быстро отучились. Теперь снова придется привыкать после операции, все себя сбрасывать и выбрасывать. Вы знаете, не хватало, скорее, именно медперсоналу, потому что многие заболели. Слава богу, заболели многие не очень серьезно, но с температурами оставались дома. И действительно у нас нахлынуло огромное количество сразу же пациентов. И все наши стандарты, к которым мы привыкли, были, естественно, просто сразу же разрушены. И было очень тяжело. Хотела уточнить, стандарты какого рода? Стандарты о количестве пациентов, то, что считается позволительным, количество пациентов на медсестер, стандарты того, у нас строго следят, следят, в каких отделениях могут давать определенные лекарства, в каких отделениях могут лежать пациенты на определенных капельницах, на вентиляторах и так далее. Это еще связано с тем, что наши медсестры во многих отделениях, они не реанимационные медсестры, и они, может быть, со многим оборудованием просто незнакомы. Но сейчас, в общем, познакомились все. Сейчас весь медперсонал в нашем госпитале, который, к сожалению, достаточно быстро освоился и с ИВЛ, и с капельницами, и с лекарствами, и со всем остальным, что связано с, собственно говоря, очень больными пациентами и ходом за очень больными пациентами. А вот если вернуться к вопросу о стандартах, вы говорили, что пересмотр произошел в распределении, сколько пациентов на одну медсестру и на одного врача. Вот в самые тяжелые периоды, как это было, вот скажем, в пересчете на количество пациентов на медсестру, например? В самые тяжелые периоды у нас было примерно 9 или 10 пациентов на одну медсестру. Медсестру? Да, это может быть и в реанимации 6 пациентов на одну медсестру. Но при этой медсестре находились 2 фельдшера и 1 врач. То есть в какой-то момент это просто кончилось тем, что, в общем-то, мы научились, как ставить капельницы и делать многие другие процедуры, которые обычно мы поручаем медсестрам. И таким образом мы, в общем, смогли им помочь. Вы разгружали медсестер? Мы разгружали медсестер. И я думаю, что функция нашего департамента в целом, как мы ее себе поставили в нашей больнице изначально, взять на себя всю рутину, в частности, реанимационного отделения и разгрузить наших реаниматологов, чтобы они принимали важные решения. Все остальные решения мы можем принять сами. И, собственно говоря, точно так же мы работали с медсестрами, когда видели, что на них очень большое давление, и они просто не справляются. Наша задача была разгрузить их по максимуму, чтобы они тоже могли принимать те решения, которые или участвовать в тех действиях, в которых мы не могли участвовать за ним. Например, у нас лекарства строго контролируются, и, собственно говоря, доступ к ним имеют только медсестры. Поэтому имеет смысл разгружать их от других всевозможных операций, чтобы они вовремя могли давать пациентам лекарства. Ну вот что такое вы могли взять на себя, чтобы разгружать? Я могла, например, что мы брали на себя, мы изменяли параметры капельниц многих. Мы устанавливали многие капельницы. Мы изменяли какие-нибудь что-то на мониторах реализованных, мы изменяли что-то на вентиляторах. То есть вот такие функции, которые, собственно говоря, в нормальной жизни мы обсуждаем с медсестрами, они сами приводят это в действие. Мы брали на себя, чтобы они могли, предположим, делать что-то еще. У медсестер также смены были по 12 часов? У медсестер смены бывают по 8, по 10, по 12 часов. Я в самые тяжелые моменты, конечно, были медсестры, у которых смены бывали по 12 часов, но в целом у нас у медсестер смены по 8 часов. Они это выбирают или это некий стандарт заданный? Это стандарт, зависящий от госпиталя. Я честно, я уверена, что в некоторых ситуациях некоторые из них оставались и по 12 часов, и я это видела. Насколько это была возможность выбора и их выбора или, собственно, указания о том, как они должны были работать из-за нехватки медперсонала, я не знаю. Но, с другой стороны, если они работали по 12 часов, обычно все-таки количество часов в неделю ограничено, поэтому они, видимо, тогда получали лишний свободный день. А вы упоминали, что врачи наблюдали за психологическим состоянием медсестер, и для того, чтобы их разгрузить, часть функций брали на себя. Вот если адресоваться к этому поддержанию правильного психологического состояния, что было сделано? Какие инструменты вы использовали? Вы знаете, я не думаю, что мы специально об этом задумывались, но мы изначально поняли, что границы между нашими и зонами ответственности будут в какой-то степени стерты. Потому что некоторые реанимационные медсестры пришли к нам с огромным опытом, гораздо большим, чем опыт наших фельдшеров и даже многих врачей. С другой стороны, мы понимали, что, опять же, часть функций нам придется выучить и делать самим. Поэтому мы старались работать как команда, мы старались слушать друг друга, и мы старались меньше акцентировать субординацию, больше акцентировать командную работу. А что вы делали? Вот это очень интересно всегда. Ну, смотрите, одно, я думаю, одно из самых замечательных примеров командной работы – это то, как мы переворачивали пациентов, потому что мы достаточно рано поняли, и, в общем, это подтверждено литературой, что интубированные пациенты с COVID-19 лучше поддерживаются, если они лежат на животе. У нас есть медсестры, когда они следили за пациентами, они давали нам знать, когда дыхание даже на вентилятор у пациентов становилось хуже. И у нас есть очень много помощников, мы называем их технишенс, собственно говоря, техники, которые помогают ортопедам в их операциях. Это обычно сильные мужчины в полном расцвете сил. И они сами скоординировались и составили из себя команду, мы их называем «the prone team». То есть это команда, которую, собственно говоря, мы вызывали, чтобы они просто переворачивали пациентов. И мы им звонили, они буквально в течение 10 минут появлялись и брали на себя полностью переворачивание пациентов. Их там было 4-5 человек, пациенты тоже, знаете, разного веса и степени тяжести бывают. И, в общем, они это делали замечательно, они помогали медсестрам и нам, чтобы все капельницы и все остальное находилось в самом удачном положении. И вот они ходили так от пациента к пациенту, и потом, когда надо было их перевернуть снова, они снова приходили и это делали для нас. Это было замечательно, потому что это было скоординировано. Они знали, что они делают. Они делают это, в общем-то, постоянно, как часть своей работы. Они помогают хирургам операционных положить пациентов определенным образом. Они знают, зачем следить. И они, естественно, намного сильнее, особенно вместе, чем многие врачи и медсестры. Поэтому, опять же, вот это был, наверное, один из самых лучших примеров о том, как вся бригада работала вместе. А вы упомянули, что это произошло каким-то естественным образом. Я правильно понимаю, что это не административное решение было назначить вот этих технишенс, составить из них пронкоманду, а они как-то сами с собой организовались? Ну, в какой-то момент, да, нужна была помощь. И, собственно говоря, мы оглянулись и попытались посмотреть, какие ресурсы нам доступны. И вот они, несколько человек в тот момент находились в нужном месте в нужное время. И они, собственно говоря, да, без приказа сверху решили, что вот, собственно, они могут это делать, когда они на месте. И потом, со временем, это более формализировалось, потому что это стало входить в их функции, помимо других обязанностей, которые они несли. Но да, изначально это было, в общем, более-менее стихийное решение снизу. Потому что, опять же, в этой ситуации они были нужны, они оказались в нужное время, в нужном месте. Что, на ваш взгляд, было самым сложным, самым тяжёлым с психологической точки зрения? Вы знаете, самым сложным было то, что мы не пускали родных к пациентам. Очень рано, буквально в первые дни мы, в общем-то, все госпиталя сейчас в Нью-Йорке делают то же самое. Мы не пускаем родных и близких и посетителей просто в госпиталь. Мы не пускаем даже их в отделение скорой помощи, приёмный покой. И мы к этому не привыкли, потому что у нас обычно даже часы посещения не ограничены. Даже в реанимационном отделении мы никогда не останавливаем родных и близких, чтобы они приходили к пациентам. И это сознание того, что и семьи, и пациенты зависят от нас с точки зрения общения друг с другом, особенно пациенты в реанимации, интубированные пациенты, которые не могут, соответственно, позвонить своим родным сами, это было очень тяжело, потому что мы должны были передать родственникам, собственно говоря, всю глубину трагедии, трагедии, а каждый раз это трагедия, при этом, наверное, дать им понять, что, в общем, скорее всего, быть реалистичными, но в то же время не циничными. И это было очень тяжело, потому что пациентов было много, и, к сожалению, остаётся много. И, к сожалению, в общем, хороших окончаний было всего несколько. Ну, у пациентов, лежащих в реанимации с COVID-19, к сожалению, хорошие концы бывают не так часто. И это было очень тяжело, потому что каждый раз мы должны были, собственно говоря, звонить семьям и говорить, что, к сожалению, состояние ухудшается, или состояние стабильно плохое. И семьи наделись хотя бы на один лучик солнца, но, в общем, хороших новостей было крайне мало. И потом, в конце концов, нам приходилось звонить в последний раз, в общем-то, и говорить им, что пациента не стало. Это было крайне тяжело. Но даже с этим у нас была помощь, потому что, во-первых, в каждом госпитале есть пасторальные службы. Это, собственно говоря, служба религиозной поддержки. Мы попросили их принимать участие в этих разговорах. И у нас есть служба палеотивной медицины, и они тоже начали принимать активное участие. И единственное, о чем мы их, в общем-то, часто просили делать этот первый звонок. Когда пациент интубировали, когда пациенту становилось хуже, чтобы мы не тратили время на общение с семьей и смогли сфокусироваться на пациенте, мы давали им всю информацию и просили, чтобы они сделали, позвонили первый раз семье и, в общем, обрисовали ситуацию. А есть какой-то протокол? Вот, например, когда пациент интубирован, сколько раз в день нужно позвонить родственникам или в какой момент нужно звонить родственникам? Вы знаете, мы родственникам звонили первый раз, когда пациент интубировался, давали им знать, и мы старались оставлять телефонные номера наших станций, то, что мы называем nursing stations, чтобы семьи пациентов могли звонить нам сами. А у них была возможность ответить? Мы старались. Вы знаете, мы очень старались. Люди, которые там находились, телефон звонил, поднимали трубку или пытались что-то с семьей сказать, или просили подождать минуту и находили человека, который мог бы поговорить с семьей. Мы, конечно, это делали гораздо меньше, с меньшей глубиной и, может быть, с меньшей затратой времени, чем мы это делаем в обычных условиях. И несколько раз, когда звонило подряд несколько членов семьи, мне самой приходилось, к сожалению, говорить, что я дала всю информацию одному члену семьи, пожалуйста, обращайтесь к нему или к ней, поскольку просто у нас физически не было ни времени, ни возможности поговорить с каждым. Но и, к сожалению, мы звонили семье, когда ситуация ухудшалась. Юль, что делали, чтобы поддержать себя? Это психологически такой, конечно, крайне непростой период. Вы знаете, у меня, я старалась как можно больше общаться с друзьями не медиками. Не медиками? Не медиками. Потому что наши медицинские разговоры всегда сводились к одному и тому же, а мне, в общем, хотелось узнать, как дела у всех остальных, что происходит у них дома, ну, на удаленке, как их дети, как их домашние животные. И, собственно говоря, вот это мне помогало, потому что у меня есть очень небольшая, но очень близкая группа друзей, и, в общем, с ними мы постоянно общались. Тоже, опять же, по удаленке. И это помогало, потому что, в общем, давало чуть-чуть другую перспективу на происходящее. Про домашних животных вы заговорили, а я вспомнила чудесную фотографию, кто это такой, золотистый ретривер. Да, у нас... Обалденная абсолютно собака. У нас есть три собаки, то, что называют therapy dogs. Их обычно, они специально обучены, их обычно используют для детей в детских госпиталях, чтобы как-то детей поддержать и развлечь. Но в текущей ситуации, когда, в общем, хаос начал чуть-чуть находиться под большим контролем, было решено, что, в общем, этих собак пустят во все госпиталя специально для персонала. И у нас есть... То есть это ковидный госпиталь, закрытый, с красной зоной, и туда приходит собака. Ну, это собака, это специальные собаки, они therapy dogs, они, собственно говоря, со своими владельцами, которые тоже являются медперсоналом. И у нас есть специальная комната отдыха. Эти собаки были не для пациентов, а для нас. У нас есть специальная комната отдыха, перед ней выставили тележку с защитным... Опять же, с пи-пи. И нам разрешали по одному... Нет, по три человека заходить в масках, в перчатках, в халатах, чтобы, не дай бог, не заразить собак, но с этими собаками поиграть. Это было абсолютно обалденно. Правда, бедные собаки были заглажены и затисканы. Она вот просто уже лежит на полу, потому что очень от нас, от всех устала. Но это было замечательно. Вы знаете, я вчера вела вебинар для медсестёр под гидророссийской ассоциации медсестёр и рассказывала, что один из способов преодоления стресса – это тискать пушистых животных. Мы на полном серьёзе обсуждали, и я прям рекомендовала, что если у вас нет пушистого животного, заведите, потому что это один из способов избавления от стресса, поднять уровень экситоцина и так далее. Ну, вот, мне кажется, мне не приходилось до сих пор слушать о том, что пушистых животных используют, так сказать, в промышленных масштабах. Для этого, мне кажется, это прекрасная инициатива. Да, только животное, в общем, животное чуть-чуть жалко. Но вот у меня где-то бродит домашняя кошка, она тоже оказалась затискана за эти несколько недель. Для этой жизни. Да, это оказалось тем вот лучиком солнца, которое нам было нужно, потому что в течение двух дней, в общем-то, мы ни о чём больше, кроме как о собаке, о том, что она вот придёт, и кошатники, и собачники, в общем, ничего больше не обсуждали. Так что это очень помогло. Здорово. Ну и вот сейчас, поскольку наши, опять же, постаральные, вот, или служба чуть-чуть освободилась, то они стали тоже, в общем, давать сессии, встречаться с медперсоналом, который хочет с ними поговорить. И существует дарь. То есть это религиозные... Это, вы знаете, да, но они вне зависимости от конфессий. То есть это, собственно говоря, зависит от общей конфессии того или иного госпиталя, потому что в католических госпиталях это обычно католические священники. Во многих системах это англиканские священники. Есть вот системы, где это раввины, но они все общаются с пациентами любых религий. Собственно говоря, это входит в их обязанности и в то, как они получали это образование. Специально, чтобы работать в госпиталях. Поэтому к ним приходят все по многим вопросам. И, собственно говоря, сейчас, когда у них появилось чуть больше времени, они стали оказывать помощь персоналу тоже. И у нас существует, в общем, горячая линия, которая существовала, по-моему, с первого дня, куда можно обращаться. Я, собственно говоря, не пользовалась ни разу. Мы это не обсуждали среди моих друзей. Знакомых и так далее. Горячая линия помощи медикам, вы имеете в виду? Да, горячая линия помощи медикам, и мы внутри нашей системы. Юль, может быть, знаете, под занавес нашего разговора такой вопрос. Когда все закончится? Когда все вернется на круги своя? Что вы сделаете первым делом? Поеду в отпуск. Я должна была уезжать. Быть в Италии. Как раз вот сейчас я должна была гулять по Риму. На самом деле я думаю, что первым делом я вздохну с облегчением и вернусь к своей настоящей работе, которую я очень люблю. И для меня признаком того, что, в общем, все потихоньку возвращается в норму, является даже то, что сейчас мы уже начали задумываться о том, что мы будем делать дальше. Мы начали строить планы о том, когда мы будем открывать наше хирургическое отделение уже для хирургии, когда мы будем ставить плановые операции и, в общем, когда мы начнем по-настоящему принимать пациентов. И для меня это, в общем, знак того, что этот этап подходит, надеюсь, мы все очень надеемся, подходит к концу, и, в общем-то, мы можем возвращаться к своим основным функциям и обязательствам. Мне кажется, знаете, моим коллегам-докторам и медсестрам сейчас исключительно отрадно вас слышать, потому что мы пока не там. Мы еще не можем планировать какое-то нормальное, так сказать, ну, условно говоря, нормальное будущее. И это слышать очень приятно. Это вот тот самый лучик солнца. Юль, огромное вам спасибо, что пришли, нашли время. Спасибо, что сказали. Ужасно интересно. И мне кажется, очень полезно. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо.